Всем здравствуйте! Всем отличного, прекрасного настроения! Сегодня хочу предложить вашему вниманию новое такое новшество на моем канале. Это будет дублироваться на Яндекс.Дземе. Что это за новшество? Энергия, как это, карта на энергию недели, на вектор недели. Я буду записывать два ролика, коротеньких. Один ролик будет непосредственно про энергию недели. И второй ролик у нас будет про подсказки, на что нужно обратить внимание. Но это будет в отдельном ролике. Сегодня я хотела записать совсем коротенький ролик. Но, видимо, надо с объяснениями, поэтому будет чуточку побольше. Значит, вы видите перед собой пять колод. Мне сегодня так захотелось. Из каждой колоды я вытащу по одной карте. И эта карта будет на энергию недели. Что можете сделать вы? Вы можете прослушать все пять, потому что неделя большая, энергии могут быть разные. Можете для себя определить одну какую-то карту, сказать, вот я вот эту выбираю, у меня вот такая неделя будет. И было бы здорово, если через неделю вы бы вернулись к этому ролику и в комментариях написали, как что отыгралось. Вот мне просто будет очень интересно. На всякий случай скажу, что вы, ну, те, кто со мной давно знает, я не люблю предсказательную систему. Вот. Потому что я как-то не очень в нее верю, если честно. Но, с другой стороны, я не буду рассматривать ситуацию, какие с вами будут происходить, а вот общее такое веяние, да, энергию. Поэтому обратная связь мне была бы очень интересна. Итак, как я уже сказала, коротенький ролик, выбираете, хотите колоду, хотите карту, и мы приступаем. Значит, я вытаскиваю карту. Те, кто загадал вот эту вот колоду, да, новая неделя, такая она будет для вас. Вот так вот отталкивать, видать. Какая она будет для вас? Что у нас выходит? Заботливость, королева материи. Ну, смотрите, здесь сама карта нам говорит уже о том, что энергия, она, скорее всего, будет направлена на работу. То есть здесь такая женщина, у которой все кипит, все, как говорится, лазится. Акцент будет больше на материальный мир, на бытовой мир. Здесь будет на зарабатывание денег. Кто-то может, знаете, вот такое ощущение, что будет кто-то подготавливаться к какому-то празднику, да, и надо вот прибраться, убраться. Кто-то здесь будет реально какие-то деньги, да, будет получать. На такое ощущение, что вот как-то складывают. Кто-то, может быть, хрусталь будет протирать, вот, пыль сметать. Кто-то будет, ну, вот у меня почему-то идут энергии такие, знаете, домашние. Где-то там одеяло отряхнуть, проветрить комнату. Может быть, погода немножечко изменится, станет более солнечной, независимо от того, в каком регионе вы живете, да. Его захотите вот как-то освежить. Здесь вот какой-то такой свежий, свежий такой ветерок, но здесь работа, она не будет трудная. Она не будет такая, знаете, вот в тяжесть. Ой, прогенерарировала, пока я это сделала, я вот прямо устала. Нет, здесь все будет, знаете, здесь как будто бы, знаете, вот вы ставите музыку, и под музыку начинаете убираться. Сейчас мельком пробегаете мимо зеркала, улыбаетесь себе, своему отражению говорите, ой, какая я прекрасная, какая я красавица, как можно такое не любить, да. Вот здесь что-то такое. Я не вижу, чтобы были резкие перемены здесь. Здесь вот все, что связано непосредственно с бытом, да. Здесь вот работа, работа в разных ее пониманиях. Либо это вот профессиональная деятельность. Но энергия, она легкая. Здесь нету тяжелой энергии. Здесь нет какого-то, знаете, вот труда, вкалывания, зарабатывания. Здесь вам это нравится будет. Так, вот такая. Как я говорила, много говорить не буду. Выбираем, кто выбрал вот эту колоду. Посмотрим здесь, какая энергия у нас. Ну вот смотрите, прекрасная. Энергия, я надеюсь, вам видно. Как? Вот так? Либо вот так, вот так. Что мы здесь видим, да. Здесь люди будут получать какие-то подарочки, да. Если вы занимаетесь медитациями, праздниками, практиками. Здесь ощущение того, что вы получаете какую-то вот информацию, помощь. То, что вы хотели. Но чувство, что то, что вы получаете, это вам не, знаете, непосильная какая-то ношина. Ну то есть она сопровождается некой такой ответственностью. То есть вроде бы то, что вы получаете, вам это нравится, вы это хотели, вы это просили. Но вместе с подарком, да, который может выражаться в разных моментах. Для кого-то это может быть какая-то информация, для кого-то инсайт, для кого-то реально какой-то подарок, для кого-то внимание, забота. То есть здесь однозначно это то, что вы хотели, это подарок свыше. Но он несет вот какой-то груз, понимаете. Здесь какая-то ответственность, какая-то тяжесть. И здесь ощущение будет того, что не то, чтобы я не рад, а как будто бы это что-то такое новое, к чему нужно приспособиться, к чему нужно адаптироваться. И здесь человек еще не совсем осознает в плюс это то, что он получил, либо в минус. Да, но здесь, одним словом, здесь вот энергия некой такой заботы, заботы, внимания. Но человек еще не будет включен вот в то, что он получит, либо то, что вы в себе откроете, то, что вы в себе увидите. И это, еще раз скажу, повторюсь и скажу, что это то, что вы хотели. Так, ну вот такая будет, я вот так карту оставляю, может быть вас они будут наводить повыше. Вот так, на какие-то свои идеи, какие-то свои размышления. Третью колоду выбираем, здесь смотрим, танец Таро Шаманов. Кто выбрал эту колоду, да, будьте внимательны. Здесь есть два аспекта. С одной стороны, это будет энергия, кто-то может заболеть, да, какие-то простуды, температура. Вот, и нужно будет обратиться к врачу. А у кого-то здесь, знаете, надо уже, хочется сказать, выздороветь от вашего прошлого, но у вас как-то не получается. Вот эти вот призваки, как будто бы прошлого, да, вы горите этим. То есть где-то интуитивно вы ощущаете, что у вас уже вся эта ситуация напрягает, уже происходит вот такой процесс, знаете, вот пресыщения. Вы начинаете, ну то есть организм, как будто бы, да, ваш иммунитет, он начинает бороться. Здесь болезнь не только в прямом смысле, но и в переносном. То есть какая-то ситуация отравляющая, она для вас ядовитая. Вам от нее нужно освободиться, вам нужно очиститься. Но, знаете, здесь может быть какие-то обиды, гнев. То есть каждый раз, когда вы вспоминаете об этом, да, вы начинаете включаться в процесс, и сама вся вот эта вот ситуация, она вас как-то драконит. И здесь сразу посыл о том, что нужно излечиться. И эта ситуация, она идет из прошлого. Здесь вы самостоятельно должны поработать. Здесь нет какой-то вот поддержки, помощи извне. Здесь чисто самостоятельная такая работа. Ну, либо кто-то в семье может заболеть. Но здесь вот либо болезнь физическая, либо это что-то из прошлого, да, что будет вызывать у вас вот какое-то отторжение, неприязнь. Он включит вас эмоционально негативно. И это с одной стороны хорошо, потому что все, что всплывает, нужно очищение. Требуется очищение, да, некое такое выздоровление. Поэтому в этом тоже есть свои плюсы. Так, следующая колода. Сейчас видно. Так, папа, карта. Так, следующая колода. Николита Чиколи. Десятка педаплей. Здесь такая достаточно позитивная эта карта, да. Мы видим, что девочка на своем ишаке, хоть ей и нравится, да, как-то, вы знаете, на своем упорстве, на своем упрямстве. Выходит из каких-то сценариев, да. Потому что она все-таки спрыгивает здесь с карусели, находит выход. Либо у вас есть желание, как-то, знаете, вот все настолько закрутилось, завертелось, что хочется уже выйти из этого водоворота. И как решение, да, здесь вы найдете. Вы сможете выйти из какой-то сложившейся ситуации. Причем эта ситуация, она не разовая, она у вас уже была неоднократно, повторная. То есть, знаете, вы как-то сталкивались, как будто бы, с одними и тежими трудностями. Например, если вы ходите в какие-то госучреждения, да, какие-то госслужбы, и там что-то не получалось, вот одно и то же. Что-то принесете, какой-то документ, а вам говорят, что нет, не подходит, надо его переделать. Вот надо его переделать, надо переделать, вот что-то такое. И в конечном итоге вас все это принимают. То есть здесь ситуация, она разрешается. Ситуация, еще раз скажу, которая не новая, она у вас уже была. Либо здесь будет другой вариант, ощущение того, что все приело, и хочу бросить, хочу все оставить и уйти, мне надоело. То есть, знаете, ситуация не разрешается, а желание вот выйти из этого, не убежать, здесь не про бег. А здесь про, не про побег, а здесь про ощущение того, что вот я уже устала, да, Причем это вот связано будет как-то с материальным, с материальной вашей либо сферой, либо с бытом, да. Что-то вот связано с тем, с чем вы соприкасаетесь каждый день. Разные такие энергии, да, мне нравится. Ну, это интересно, в кадр заводится. Вот, и последняя колода, это колода Монализы. Нет, да, нет, забыла я. А, ну да, здесь же Монализы. А-а-а, прекрасный я таролог. Ну, смотрите, как интересно, да, то есть у нас, на этой карте у нас была Королева Педакли, и на этой карте тоже, на этой колоде Королева Педакли, да, разные колоды, абсолютно разное изображение и разный смысл. Ну, здесь я эту Королеву Педакли очень-очень люблю, посмотрите. Она такая находится в объятиях молодого, красивого мужчины. Причем здесь, если тема касается отношений, сразу могу сказать, что ваши отношения, они как будто бы, ну, с человека моложе вас, да, ситуация как-то не совсем определенная, не совсем понятная. Почему? Потому что у него здесь лица не видно, у него волосы закрывают лицо, но при этом вот она какая-то, знаете, она расслабленная, ей нравится этот процесс, но вот это вот ощущение того, что я понимаю, что это временно, я понимаю, что из-за этого, ну, то что ничего не выйдет, но всему придет конец. И поскольку я знаю это, я вот, пока это продолжается, я буду получать удовольствие. А вообще здесь энергия такая, знаете, вот наслаждение, уюта, комфорта, что-то такого романтичного, да, вот атмосферы при свечах, лечь, отдохнуть, но вот, причем, знаете, в объятиях безопасности такие энергии будут. Да, здесь больше идет как-то вот наклонность к личным отношениям. Вам это будет нравиться, да, независимо от того, здесь, понимаете, здесь не то, чтобы нет перспектив, но даже если эта пара имеет место быть, здесь вот такое ощущение, что как будто бы вас учат проживать в моменте, не загадывать на завтра, как это будет и что это будет, и прямо, знаете, вот здесь, если речь идет про отношения, отношения вот такие как будто бы на, не то чтобы на поострию ножа, да, вот, которые все время заставляют быть в неком таком адреналиновом состоянии. Знаете, вот сейчас меня поймают, да, вот какая-то вот опасность, какая-то, это не те отношения, где все спокойно, все размеренно, да, без каких-то там, эмоций, страстей, вот здесь присутствует все, здесь полный спектр эмоций, весь этот адреналин, вот все здесь присутствует. Если мы не рассматриваем, допустим, тему отношений, да, а вообще энергия, то энергия здесь такая, что надо наслаждаться моментом сейчас, и как это будет потом, я подумаю об этом потом, вот, то есть как будто бы здесь нас включает в проживание именно в моменте, и вот больше акцент сделать на удовольствие, на наслаждение, на расслабленность. Здесь вот какая-то мудрость жизни проходит по энергиям, приятная энергия, приятная, но всегда с чувством того, что в любой момент я могу этого лишиться. То есть здесь нет вот такого полного расслабления, да, я в дзене, нет. Это как будто бы, знаете, вот какая-то передышка, но я знаю, что она закончится, и вот я не хочу, чтобы этого было, поэтому сейчас мне нужно насладиться по полной. Вот здесь вот такая энергия. Вот такой вот у меня был мини-расклад, не знаю, понравился вам или нет. Следующий ролик, который тоже выйдет сегодня, мы посмотрим, на что нужно обратить внимание. Я также выложу, опять-таки, по одной карте, но уже другие колоды. Жду ваших комментариев. Надеюсь, такой формат вам понравится. И помните, что это просто развлекательный формат. Вот, всем отличной недели.